Телеканал НТВ Плюс начинает трансляцию из Гонконга. Турнира Карлсберг, на котором сейчас в рамках полуфинала встречаются сборные Югославии и России. Сборная Югославии и в форме белых кусок она сейчас свечом. Россияне почти полностью в красной форме. Игра продолжается уже 6,5 минут. Счет пока не открыт 0-0. Ни одного опасного момента, ни одного удара поворотом пока еще не было в этом матче. Андрей Тихонов номер 11. Андрей Тихонов сегодня капитан сборной России. И впереди у нас два комната. Извините, опасный момент. Форвард сборной Югославии Савва Милошевич получил мяч слева. А может быть это был удар с воротом, но это уже и не важно. Потому что Копчинников занял правильную позицию в ближнем углу у самой ближней штанги. Теперь вроде с мячей из него было крайне сложно и не случайно, что у Милошевича это не вышло. Теперь наш нашу свою атаку и уместно вполне представить двух наших форвардов. 18-й номер Игорь Симутенков и 19-й Анатолий Канищев. Не пугайтесь. Милошевич поперек поля двигается, смещается к центру. Оттеснил он крестово со своей дороги. Но удар пытался, удар в дальний угол. Сергей Апчинников легко его накрыл. Впрочем, с другой стороны это был довольно расчетливый ход со стороны Милошевича. Потому что, я еще раз повторю, идет мелкий дождь. Кончельский приехал в Москву с травмой и руководство сборной, которому в этом случае, в этом вопросе присоединился врач команды Зура Парджиникидзе. Решила, что ему лучше полечить травму, не инициировать ее. Вот, главное, чтобы пас был прицельным. Назад Веретенникова, под удар, как бы. Симутенко, тупо на поле! Мяч проходит чуть в стороне от дальней штанги. Как все здорово было сделано, а! Вот, в принципе, неискушенные зрители вдохновились этим моментом. И такой вот холл, он пошел на пользу. Свечевич получил воскраску. Он, который, правда, с его опытом, он, наверное, уже умеет не обращать внимания на такие вещи. И, наверное, спокойнее к нему относиться. Вот. Кроме того, атака замедлилась. Это всегда играет положительную роль. Хотя я вовсе не... Это свейба. Кроме того, он не достал противников. Великолепно, совершенно великолепно успевает среагировать на опасный перевод мяча ближе к центру штрафной. Я тоже согласен с Другняком, что его толкали. Но раз я его не видел, значит, все по правилам. Тут уже никакого второго толкования быть не может. Ну, а как-то еще по поводу спрошуется бороться с Другняком. У него выше на две головы. И потом, если ты нападающий, то раньше надо было думать, надо было падать. Чтобы за такой толчок штрафной дали пенальти, это просто несерьезно. Михайлович, у мяча это опасно, потому что он может закупить мяч ворота практически с любой точки. Но Овчинников уже поплевывает в свои перчатки. Он готов к положению удара. Покажи кому, чтобы поймать его на мягку. Даже Говидарецу понравилось. Счет 0-0 сохранился. Мяч вполне мог опуститься в дальний угол. Какие коварные югославские подачи. Уже второй раз по такой непредсказуемой дуге мяч планировал в дальний угол. Любимец Кумблики. Посмотрим затем, как он с мячом обращается. Живкович и Савичевич вместе оказались на единице мячом. Даниил Михайлович, удар, гол! Гол! Судья показывает на центр поля. А наши футболисты показывают, что кажется, был офсайд у другника. Сейчас посмотрим на повторе. Здесь совершенно было не видно. Нет, нет. У Антона Дробняка не было офсайда. Пассивный, может быть, был у другого. Но это не считается. 1-0 по всем правилам футбольного искусства сборная в Богославии. Хочется вперед в сегодняшней игре. На 39-й минуте плотность в обороне у нас пропала. Удар, удар. Как же это опасно. Метров 40, наверное. Не мог попасть, а? Если попал, точно были бы проблемы. Смотрите. А Савичевич, естественно, знал об этой манере своего партнера. Тот держался в глубине атаки. Ну, наверное, потому что он единственный, кто с 40 метров может быть опасен для соперника. Савичевич немедленно откинул его мяч, и тот пробил. Я напомню, что этот матч полуфинальный. Турнир Карлсберг проходит по системе с выбыванием. И победитель выходит в финал, а проигравший участвует в матче за третье место. Тихо прибежается к штрафной площадке Владослава. Прямо перед собой отбил мяч Александр Котич. Харлачев! Харлачев поспешил. Просто исключительно он поспешил. Много было вариантов. И, в частности, Оленичев был совершенно свободен на фланге. И зачем сейчас Харлачев пытается спорить с судьей? Я совершенно этого не понимаю. Тем более, что Харлачев не говорит по-английски, родном языке. На английском, на родном языке. Милошевич сбил головой. Хотя из не очень удачного положения. Хотя он вытянулся за мячом. Но, тем не менее, очень опасно. Прямо по центру. Почти с линии вратарской. Обчинников правильно выбрал позицию. Правильно выбрал позицию. И очень надежно сыграл. Попов дали. Вот такой удар Дмитрия Попова. Я, с вашего позволения, поаплодирую. Великолепный мяч. Я думаю, что... Ну, просто потрясающий. Наверняка, если проводить какой-то конкурс на самый красивый гол в этом году, то я думаю, что этот мяч дойдет до финального турнира. Видимо, всю силу Попов вложил в удар. Он начал прихрамывать. Вот сейчас возвращается на свою позицию. Чуть-чуть храмает. Еще один взрыв восторга. Потому что повторяют нам этот момент. И на трибуне, кстати, тоже все это видят. Потому что огромное табло. Наверное, последнее слово электронной техники. Вот, посмотрите, как чуть-чуть потрясающий мяч залетел в дальнюю девятку. И бурная радость наших тренеров. Ну, Борис Петрович Игнатьев по-прежнему простужен. Блистов ошибается. Савичевич. Савичевич и Друлович. В боем на фланге. Савичевич идет на таран. Друлович. Ходит штрафной пас. Общинников. Блистательный играет Общинников. Только он мог обезвредить такую вот опаснейшую скидку мяча в центр. Там уже караулил Сава Милошевич. Общинников прочитал ситуацию и подстраховал своих партнеров. Смотрим еще раз. Друлович штрафной. Кстати, Дробняк, видите, вдалеке свободен совершенно. Ему-то и направляется мяч. Там дальше идет скидка и... Бывший нынешний урок Локомотива. Олегничество обыграл своего соперника. Харлочев. Ходит штрафную пас. Под удар Яновскому. Мяч летит мимо дальнего угла. Реальнейший момент для того, чтобы выйти вперед. Все правильно делали, но чуть-чуть свалился мяч с ноги у Яновского, наверное. И пролетел мимо ворот. Гавидареца и Олегничев боролись за верхний мяч. Верховой. В конце концов, наши выиграли эту затяжную борьбу. Попов. Спокойно развивается атака. Тихонов. Снова Попов. Яновский. Ошибка. Савичевич. По центру дробняк. Ревется к воротам. Чурчич. Нет, теперь уже не пустит Чурчича вперед. Смещается на него Миркович, но уже бежит на помощь Попов. Получает мяч. Входишь в штрафную. Надо входить. Пас. Удар конечного. Вратарь. Вратарь Александр Кочич. Теперь уже он демонстрирует свое, безусловно, немаленькое мастерство. Кочич, играющий за итальянскую Пируджу. За ту самую Пируджу, в которую чуть не уехал Овчинников, кстати, в начале сезона. Не европейского. Наши подадут угловой, но после того, как Болич выйдет на поле вместо Любинь Кадруловича, который, кажется, устал. Болич на пол головы выше. Кадруловича побежал в оборону. Эликсовичевичу за указаниями. Попов. Харлачев. Приезжает к центру. С центра линии штрафной, вот с этого полукруга, который фиборист называет любом штрафной. Наносил Харлачев удар. Вратарь Кочич парировал. Вполне возможно, все-таки, что именно Харлачев будет заменен. Тогда Оленичев переместится на фланг, а Кеченов сыграет в центре. Тем не менее, игра складывается неплохо. Нужно, наверное, наигрывать составом попробовать ее завершить удачно. Повидарец продрался сквозь чистокол ног наших полузащитников. И снова на подстраховке сыграл Цвейба. Симутенков на подборе. Вратарь. Красная карточка Кочичу. Должна быть показана. Да. Красная карточка Александру Кочичу. И это на уже 46-й минуте второго тайма. А сколько было замены Югослава? Сейчас я уточню. Нет, Югослава еще имеют право на замену. И уже на скамейке запасных разделся вратарь Звонко-Милович. Вместо кого он выйдет на поле? Ведь Кочич-то удален. А вратарь Звонко-Милович выходит на поле вместо Желька-Петровича. Попух какие-то указания получил от Семина. Я смотрю, к запасному вратарю сборной Югославии направился почему-то наш тренер Марк Годик. Видимо, есть какие-то сомнения у наших руководителей в том, что имеют ли право Югославы замену производить. Но, по-моему, только одна пока замена была. Уже в направлении своей атаки. Но она захлебнулась. Быстро не получилось. И основное время матча заканчивается в ничью. 1-1. Антон Дробняк-Югослав в первом тайме открыл счет. А во втором Дмитрий Попов невероятным ударом его сравнял. Наша прямая трансляция продолжается. Если вы рассчитывали на те программы, которые... На те программы спутникового канала Антон Плюс, которые должны идти сразу после футбольной трансляции, немножечко подождите. Вы их обязательно увидите. А пока нам нужно в конце концов узнать, кто же выйдет в финал коммерческого футбольного турнира на приз одного из крупнейших в мире производителей пива Карлсберга. Карлсберг, вернее. Название фирмы мы склонять не будем. Помолчим. Помолчим. Первый удар в серии пенальти. Овчинников против Михайловича. Напряжение очень велико. Даже несмотря на то, что это коммерческий турнир, по сути ничего он не решает. Судья еще какие-то разъяснения дал. Итак, Михайлович бьет. Не угадал Овчинников направление полета мяча. 1-0. Вернее, 2-1 в пользу сборной Югославии. У нас идет Симутенков. Игорь Симутенков против Звонко Милоевича. 2-2. А у Югославов Савичевич. Дейян Савичевич. Не знаю, как он бьет пенальти. Я помню, что в четвертьфинале чемпионата мира в Италии он не смог поразить ворота Сергия Гойкоэча. По-моему, он попал в перекладину тогда. Или в штангу. Не очень длинный разбег у Савичевича. В тот же угол. Пока все удары в левый от вратаря угол, вправый от нас с вами. 3-2. Югославы впереди. У нас Андрей Тихонов. Пенальтист московского «Спартака». И опять в тот же угол. И кажется, Тихонов потянул ногу. И Овчинников сразу же предлагает Зурабу Арджоникидзе прибежать на помощь Андрею Тихонову. Я надеюсь, что это не травма. Ай-яй-яй. Были шансы. Почти по центру ударил Дробняк. Тут ведь не угадаешь. Прыгать или стоять на месте. Наверное, в любом случае это лотерея. Олегичев. 4-4. Наверное, серия пенальти – это такая комплексная проверка нервов. И еще одна проверка для командного духа. Здесь рожность работает безошибочно. Туда же, куда и Дробняк. 5-4. У нас Дмитрий Попов будет бить. Тоже 15-й номер, как и Чурчич. Герой сегодняшнего матча. Забивший фантастический совершенный гол. Метров 35-40. Бород, правда, другого голкипера Александра Кочича. Милович пока еще не пробовал на себе ударов Попова. Короткий разбег. Спокойно по центру. Видимо, подметил Попов, что вратари сегодня стараются угадать направление полета мяча. И я так ухмыльнулся. Действительно, он обманул вратарях. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сергей Овчинников угадал. Угадал, но в самый угол Миркович положил мяч, а? Как обидно. Как обидно, а? По-моему, даже коснулся руками мяча Сергей. Да. Бол. Дебютант сборной России Максим Боков сравнивает счет в серии после матча в пенальти. Все они были реализованы. Теперь до ошибки. И у Югославов в штрафную площадку направляется Деян Гавидарица. Такие невольные стихи получились. Разбег Гавидарицы. И мяч попадает в перекладину. Деян Гавидарица подвел свою команду. А у нас Евгений Харлачев. Ой, страшно. Из Харлачев. Помните? Помните, позапрошлый год чемпионат России. Локомотив гонится за Аланей. Проигрывает дома Уралмашу 0-1. Это был решающий во многом матч, после которого Локомотив потерял шансы. И там Харлачев не забил пенальти. Вот сейчас есть шанс избавиться от комплекса навсегда. Сборная России выходит в финал коммерческого турнира «Картсберг». Больной гриппом Борис Игнатьев принимает поздравления своих коллег, своих помощников. И сейчас он примет поздравления своей команды. Наверное, не такие тесные, потому что никто из футболистов не должен подхватить инфекцию. Итак, 10 февраля в финальном матче «Картсберговского» турнира сборная России встречается с победителем пары «Гонконгская лига» Швейцария. Национальная команда. А я на этом с вами прощаюсь. Я бы уже точно совершенно больше не мог сказать ни единого слова, потому что я сорвал сегодня голос. Ваш комментатор Василий Уткин. Я прощаюсь с вами до 10 февраля. Удачи вам и еще раз вас с китайским Новым годом, который наступил сегодня по лунному календарю. Субтитры подогнал «Симон»